Смотрим глазками за молоточком, только глазами. Взгляд за молоточком мышцы сокращаются. Меньше чем за две недели Анатолия Федоровича из Мамонтовского района поставили на ноги. В Краевую клиническую больницу пожилого пациента с диагнозом ишемический инсульт экстренно доставили в середине января. Это буквально внезапно произошло. Я не мог руку, не ногу поднять. Такое ощущение было, что ни моя, ни нога, ни рука. Получается, вы пропускали некоторые таблетки? Да, пропускал некоторые. Не всегда регулярно не принимал. Надо было следить, конечно. Ежедневная терапия могла бы предотвратить инсульт. Сейчас это понимает и сам Анатолий Федорович. На регулярном приеме лекарств настаивают и ведущие неврологи Края. В прошлом году в регионе зафиксировали около 7 тысяч инсультов. Это на 500 человек больше, чем годом ранее. Печальную статистику, говорят специалисты, спровоцировал ковид. Во-первых, люди стали меньше обращаться за плановой помощью. Дело в том, что они боятся ходить в поликлинику. И, конечно, мы упускаем некоторые хронические заболевания. Во-вторых, это влияние самого вируса ковид на организм человека. На систему гемостаза, на свертывающую систему крови оно оказывается. И следствием этого является, конечно же, увеличение сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году инсульт унес 2000 жизней. 300 из них были инфицированы ковидом. Но эта цифра может вырасти, ведь в регион пришел новый штамм коронавируса – заразнейший омикрон. Если заболеваемость увеличится, это может увеличить и число наших больных. После лечения ковида число наших больных традиционно возрастает. То есть, когда происходит вспышка инфекционного заболевания, когда происходит вспышка ковида, то примерно через месяц количество инсультов у нас возрастает. Ковид способствует образованию тромбов. Даже кроворазжижающие препараты, к сожалению, не дают стопроцентной гарантии, что инсульт не настигнет человека. В это непростое время советуют специалисты бережнее относиться к своему здоровью. Лишний визит к врачу и своевременный прием необходимых препаратов помогут сохранить вам жизнь. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком.